Рад всех приветствовать на своем канале, всех любителей, собирателей, коллекционеров 18 масштаба. Друзья, сегодня я в очень интересном месте. Это город Бирмингем. И я на выставке продажи моделей. Моделик самых-самых настоящих. Ну что, я еще никогда не был в Бирмингем на такой выставке. Это в первый раз. По брошюрке они говорят, что это самая большая. Где-то 550 столов получается у них так. И я уже, ну скажем так, с 8.30 здесь уже 10 утра, полтора часа я уже гуляю. Вот, естественно, уже кое-что даже прикупил. Но, вы знаете, решил сейчас только снять. Немножко остепенился, потому что, ну, бегом-бегом-бегом хотелось что-то урвать. Вот, как всегда, очень много всего интересного. Как всегда, много классных моделей. И, вы знаете, цены, конечно, не совсем скромные. Вот, так что, ну, в общем, не привыкать. Уже на подобных мероприятиях, выставках были, поэтому, ну, что поделать. Вот, и даже кое-что уже купил. Ну, в этот раз хочу, наверное, не так долго вам показывать все это. Просто единственное скажу, что... Даже кое-что уже отложил. Не знаю, пока хожу с мыслями, брать, не брать, в общем. И здесь, ну, не только модели, игрушки есть. В общем, такси есть. 12-й масштаб Отто. Много-много, конечно, производителей. Вот, смотрите, например, даже игрушки. Я, естественно, мне это неинтересно. Интересно только 18-й масштаб предпочтительно. Ну, и, не знаю, иногда посматриваю на 43-й, потому что... Потому что иногда бывают очень-очень интересные варианты, как вот в прошлый раз я утащил парочку действительно классных моделей. Вот, и есть они у меня. Так, ну что... О, смотрите, лего. Мамочки. Сколько этих. А, ну да, вот как и в Сандауне были эти фигурки тоже разные. Ну, короче, продают много-много всего интересного. Так, что-то интересное. Давайте я вам покажу, что видел. Ага, вот тут что-то поменялось. Вот классные Porsche. Ну, 959-й. Вот он, редкий, кстати. О, есть чуть-чуть автоарта. Маиста. Да, цены, вы знаете, конечно, не eBay здесь. Но, тем не менее, даже я кое-что интересное уже нашел и уже купил. Из того, что очень, на самом деле, давно хотел. О, тоже коллега снимает. Да-да, потому что такое мероприятие пропустить. О, смотрите, тут и Отто, и автоарт. Да-да, есть клёвый нори фон. Очень интересно. Мини-чемпс. Ага. Так. Конечно, поезда. Конечно, винтажные игрушки тоже, куда без них. Военная тематика, вон, танки. Видел парочку Камазов. Тоже продают их тут. Есть и те, которые в СССР сделаны, есть и те, которые уже там в России, в Казани. Вот такие вот вещи. Так, друзья, короче. Хочу, наверное, сегодня не так долго здесь пронаходиться, пробыть. Потому что есть, коль поехал в эту сторону, а это от меня уже ровно добрых два часа получается. Хотелось бы еще кое-куда заскочить в интересное место. Одна по дороге, ну, по дороге обратно домой. Поэтому планирую тут еще, наверное, около часика прогуляться и держать путь домой. Хорошо. В общем-то, если что-то интересное, еще сейчас посмотрю, найду. Я обязательно включу камеру, вам покажу. На самом деле, ищу одного дядечку очень... Да, кстати, знакомых уже встретил здесь очень много. Но ищу одного дядечку. И в прошлый раз я у него кое-что позабыл купить. Я его, конечно, запомнил. Он меня, естественно, нет. Это не важно. Но, опять же, если найду и у него будет то, что я забыл приобрести в прошлый раз, то это будет, конечно, здорово. Потому что цена у него была очень хорошая на одну очень интересную модель. Вот. В основном сюда люди приезжают за редкими модельками. И рассматривают, смотрят, в общем... И я тоже, кстати, купил одну редкую модель. И я в конце сделаю вам небольшой показ. То есть, может быть, еще что-то возьму. Поэтому покажу потом. Так. Ну, тут у нас Star Wars. Все это... Все очень-очень... Я просто вот оттуда начал с той стороны гулять. И они еще... В 8.30, когда я сейчас зашел, они еще раскладывались. Начали они с 8 утра здесь все это дело. Вот. Вот. И как бы только сейчас, вот, официально, типа, они открылись. А так был, как ранняя птичка. Я уже вам рассказывал. Вот. Поэтому... Поэтому немножко... Сколько получилось? 15 фунтов сюда вход. А если после 10 часов, то 9.50. Ну, небольшая разница, но зато есть возможность что-то интересное утащить, в общем-то, пораньше, чем остальные. Собственно, за этим я и, наверное, очень рано встал и нажал на педальку и приехал сюда. 120 миль от моего дома получилось. Вот. Так что 2 часа я как раз сюда добирался. Так, друзья. Ну, все пока. Буду еще что-нибудь поищу. Ну, вот, как появится что-нибудь интересное, вам покажу. Ну, что я еще на выставке в Бирминге. И хочу вам показать такое, что я просто рот открыл. Японские трансформеры, друзья. Ну, наверное, японские. Порше 935-го, 340 фунтов. И... И с Тойоты Гусика, 240 евро фунтов, простите. У него тут только трансформеры. Но, как бы, эти цены... Я в трансформерах вообще ничего не понимаю. Но эти цены мне просто... Я решил снять, показать, что это просто пиздец. Ой, извините. Ладно. Я просто рот открыл за маленький трансформер. 340 фунтов. Неужели они так и стоят? Капец. Ладно, друзья, идем дальше. В общем, я уже, наверное, заканчиваю свой поход сегодня. И вот еще напоследок решил снять немножко 18-го масштаба. Есть тут у дядечки. Очень прикольные есть модели. Вот у него я, кстати, и купил одну из моделей, которая в 18-м масштабе. Сегодня поедет вместе со мной ко мне домой. Ну вот, есть и Теша БМВ. Стар Ворс, есть и поменьше масштабы. Да, конечно, тут слюни текут. Такое изобилие всего. Можно просто только ходить и подбирать слюнки. Но цены, друзья, вы знаете, честно, очень-очень дорого. Прям вот кое-что урвал и проверил, посмотрел на ebay. Ну, может, там что-то где-то немножко дешевле. Но просто я специально бы, допустим, их на ebay не искал. А вот так вот здесь попалось. Так вот уже и взял по случаю. Потому что не хочется ехать, собственно, с пустыми руками домой. Потому что я такой не привык очень далеко сюда ехать. И просто возвращаться с пустыми руками, это неинтересно. Так что в любом случае я кое-что взял. Так, заканчиваю свой поход сегодняшний. Еще напоследок вот так вот пробегусь по столам, покажу вам. Выставка классная, выставка интересная. Но дороговато, друзья, дороговато. Конечно, когда есть возможность купить то или иное на ebay, то, наверное, сюда нужно приезжать только за, наверное, такими вот эмоциями, что ли. Потому что здесь можно увидеть то, что вы, в принципе, потом спокойно можете уже увидеть ту или иную модель, купить ее на ebay. Даже по понравившейся цене. Так, ну что, еще вам покажу вот здесь. Здесь, по-моему, я уже это снимал. Я просто в самом конце нахожусь. У дядечек здесь очень много такой вот строительной техники всякой. Больших грузов. Грузовиков, вот. Да, вы знаете, меня уже стали узнавать. Я ходил, снимал на прошлых выставках. И люди уже, а, говорят, да, да, я помню, ты снимал мой стол. Так, постоял, разговаривался с одним дядечкой. Вот он. Всем, все, я, меня выдает мой акцент. Все думают, что я поляк. Вот, и все спрашивают, откуда я. Я говорю, ну, не поляк. Так, хорошо. Железные дороги, локомотивы. А, в 10 часов открыли. Здесь только народу ломанулось. Я просто был немножко... Немножко в шоке. Все-таки лучше, конечно, приезжать раньше, немножко больше переплачивать. Но зато спокойно походить, не толкаясь. Можно выбрать. Ну что, любители, собиратели, коллекционеры. Я, наверное, с вами буду прощаться дома. Уже спокойно достану все. Сниму вам... Сниму вам то, что я брал. И расскажу. А потом и сделаю обзор. Ну что, на этом все. Вот такая вот интересная была выставка. Такой интересный поход. Вот, наверное... Больше я, наверное, так далеко не поеду. Все-таки в Лондоне тоже проходит. И гораздо ближе всего. Всего час езды. Ну, а здесь два. И по расстоянию, конечно... 200 километров получается, если говорить в километрах. Ну что, всем желаю удачи. Будьте здоровы. До новых встреч. До новых обзоров. Всем пока. Ну, собственно, вот я и добрался домой. Хочу вам показать сегодняшний улов в Бирмингеме. Ну что, давайте вместе посмотрим. Значит, вот такой вот Mitsubishi Eclipse я взял. Ну, этот... Который из Fast and Furious. Форсажный. Правда, без зеркал. Но все равно интересная модель. Позже вам покажу на обзоре. Давным-давно хотел несколько вот этих моделей. Смотрите. Очень-очень-очень давно хотел Carado. И получилось так, что я взял два сразу. Два Carado. Один черный, один красный. Это потрясающе. Просто я эту модельку давным-давно очень хотел. И так получилось, что у него были два. Я стоял, мялся и говорю, ну, я не знаю, какую выбрать. Красную, черную. Говорю, да бери обе. И я как бы взял обе. Вот. И вот такую вот тоже сумасшедшую. Действительно, вот эту модель я очень-очень давно рассматривал. Но никак все-таки не мог ее найти. Нормальную, в общем. А тут еще и в черном цвете попался мне студебекер Avanti. Это, на мой взгляд, очень классная моделька. Вот. И то, что я вам говорил у одного дедушки. Которого я искал. Я все-таки нашел. Вот эти три модельки я взял у него. Вот этот мини-чемп с BMW 502 голубого цвета. Тоже лимит она. В очень таком достойном. Но она новая тоже тут в состоянии шик. И вот этот MGB кабриолет. Тоже он прямо дилерский. Ну и то, что я вот, собственно, зачем... В прошлый раз я пропустил, забыл прикупить. И в этот раз я его нашел. И нашел. У него таки она была. Это ГАЗ М20 Победа. Вот такого вот прикольного цвета. Новая. Вот в коробочке. Тут Британия не очень понимают эти модели. Вот, собственно, я как бы ее у него и отобрал. Была у него еще эта инвалидка. Но инвалидку я никогда особо не любил. Эту моргуновку. Ну, для прикола можно было бы, конечно, взять. Но, опять же, не... Что-то я вот все-таки не то. Слишком она маленькая. Не хотел. Так что вот таков мой сегодняшний улов из Бирмингема. В принципе, я считаю, неплохо. Все-таки съездил. Не с пустыми руками вернулся. И вот таких вот прелестей себе набрал, друзья. Ну, хорошо. В общем-то, считаю, неплохо. Завершение нормальным. Но далеко. Далеко, конечно, туда ехать. Два часа в одну сторону. Так что, в принципе, аналог у нас неплохой в Лондоне. Всего час ехать. Так что... Так что, наверное, не знаю. Попозже, наверное, съезжу еще в Кентон или в Сандаун парк. То есть, тоже мне... Все равно мне нравятся эти мероприятия. Хоть и дорого, хоть и редко. Но сама движуха очень сильно радует вот с этими людьми увидеться, посмотреть такие вещи. Тут, конечно, просто шик. Остальное, в общем, я вам покажу. 18-й масштаб. Будет отдельный обзор на студии Беккер, на Карада. Ну, и сделаю уже на вот эту красоту, которую я, в общем-то, не планировал никогда брать. Ну, что делать. Друзья, на этом все. В общем, таков был интересный поход. Всем желаю удачи. Смотрите мой канал. Будьте здоровы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok